Обычно на майские праздники мы ходим на байдарках по Дальнему Подмосковью много лет, как правило с Петей и его компанией, обычно по притокам Верхней Волги. Но вот в этот раз решили сходить на совершенно новую Двинас-речку Западная Двина. Расстояние от Москвы большое 430 километров. Ехать через Ржев. В Ржеве мы обычно оставляем наши машины Михаила и пересаживаемся в его автобус. Дорога хорошая. Приехали колесами в воду. Место для стапеля великолепное, сухое, ровное, то, что надо. Озеро Атолов. Узкое, вытянутое. Длина 6 километров. Ширина метров 500. Отсюда мы начинаем сплав. Надо пройти по озеру примерно 3 километра и затем войти в реку Волокта. Вода в озере очень и очень чистое. Берега поросли лесом. Место живописное. Двигаемся в направлении северо-востока. Где-то через 3 километра справа открывается река Волокта, которая вытекает из озера. Ширина реки на выходе из озера 25-30 метров. Через 500 метров чалимся к левому берегу. Перекус. В лесу полно хвороста. 20 минут и готово. Все очень вкусно. Вышли. Вода по-прежнему очень чистая. Ширина реки метров 30. Леса. Заливные луга. Вдали увидели лося. Уши. Локаторы. Нас увидел. Убежал. Берега живописные. Очень красиво. Постепенно луга заканчивается и где-то через 8 километров река входит в дремучий лес. С двух сторон вековые деревья. Здесь на правом берегу мы и ставим лагерь. День был непростой. Выехали из Москвы в 5 утра и в 2 часа вышли на воду. Прошли за день всего 12 километров. Вроде бы немного. Но пора вставать. Темнеет быстро. Время уже 6 часов. Что интересно, река не просто очень чистая. Также очень чистый лес. Людей не встречали вообще. Единственное, видели одну моторку на озере. Ночью было прохладно. Градуса 2-3. Вышли в 11. Быстрое течение. Высокие берега. Через 4 километра долина меняется. Берега становятся заболоченными. Леса отходят в сторону. Река сильно петляет. Но все равно течет неплохо. Проходим 14 километров и становимся на перекус. Постепенно погода ухудшается. Начинается ветерок. Как обычно, дует навстречу. Наконец, входим в озеро Охват. Отсюда вытекает река Западная Двина. Озеро большое. Перед истоком Двины с правого берега поселок Бобровец. Похоже, на нем есть турбаза. Дома такие крепкие, капитальные. Течение неплохое. Через 2 километра ставим лагерь на правом берегу. Стоянка очень чистая, сухая. Дров навалом. За день прошли 22 километра. Профессиональный писатель Александр варит необычайно вкусный ужин. Вечером, как всегда, разговоры, песни у костра, шашлык. Утро прохладное. Городусов 5-6. Пасмурная погода периодически сменяется солнечной. Моросит мелкий дождь. Пора начать думать о том, где сниматься. Первоначальный план идти до Железова кажется не совсем реалистичным. Слишком далеко. Другой хороший выход между Андреаполем и деревней Лубеньки. Там, недалеко от реки с левого берега, почти все время проходит дорога от трассы М-9 до озера Пена. Судя по нашей лодции, впереди какие-то куровские пороги. Примерно через километр берега сужаются. Так называемые пороги представляют из себя, скорее, три переката с небольшими валами. Проходы чистые, вода мягкая. После порогов и почти до самого Андреаполя река по-прежнему течет в густых лесистых берегах. Вода по-прежнему чистая. Места очень красивые. Что еще надо туристу на майские праздники? Одна беда, по-прежнему холодная. Городцев 6 или 8. Вода только холодная. Деревня Курово, пригород Андреаполя, встретила нас сильным встречным ветром. У меня даже сдуло кепку. С 17 по началу 20 века по реке Западная Двина проходила граница Тверской и Псковской губерний. Село Дубна, расположенное на правом Псковском берегу Западной Двины, на месте сегодняшнего Андреаполя, являлось волосным центром и упоминается аж в литовских метриках в 1489 года. После одного из мостов на левом повороте в воде лежит большая бетонная плита, из-за этого рычит арматура. С воды ее не видно. Надо быть аккуратным. В конце 18 века местные земли были переданы Андрею Кулешову. И место стало называться Андрияна Поля. Кулешов организовал здесь один из первых в России бальниологических курортов с минеральной водой, который был очень популярен одно время. Именно во время существования курорта Андрияна Поля для бухгалузвучности было переименовано в Андреаполь. Сначала в Андреаполь, а потом в Андреаполь. Всего с выхода на воду прошли 15,5 километров. Встали на перекус. Холодно. Моросит дождь. Ну, в лесу много хвороства. Быстро приготовили. А как обычно, все очень вкусно. На протяжении следующих 10 километров нам нужно найти место для антистапеля, окончания маршрута. Через 3 километра нашли великолепную стоянку на левом берегу. Разведали. Да, через 600 метров хорошей грудной дороги выход на асфальт. Отлично. Встали. Место великолепное. Огромная поляна, стол со скамейками. Замечательный вид на реку. Ну, дождь. Как обычно дождь и даже град. Закат предвещает холодную погоду. Так и есть. Утром был приличный минус. Из байдарок достаем лед. Намерзлась. Под ногами романтичный хруст за индивелой травой. Что сказать. Великолепная рябка. Отличный маршрут. Я думаю приехать сюда еще летом. Места здесь роскошные. Великолепная рябка. Субтитры создавал DimaTorzok